Боже Тошам, Аллахам, что есть еврея Тора, львы нишмат корня, церамим и викрала, ламарам, мордаха, метамал, атака, мистер, луфата, мистера и руха, шима всему еврейскому народу, продолжаем Аллаху цицит. Мы сказали, что митцву отверху от кавана, для митцвы нужно иметь кавану, поэтому человек должен иметь в виду, что он исполняет митцва цицит. Говорит Аллаха, что по закону человек не обязан каждый день проверять свои цицьи, они целы или нет, или они не порвались или нет, потому что у них есть хазака, то, что так как они целы, так как они сегодня сделаны хорошо и качественно, считается, что мы полагаемся на то, что они целы и не порвались. Но митата хасиду, человек, который хочет сделать свыше того, что требует закон, желательно, чтобы он каждый день проверял свои цицьи до благословения. До того, как он благословит, он должен разделить свои цицьи, то есть если они сплелись, он должен их разделить, чтобы они не были сплетены. Все это в течение недели, и цицит, как мне объясняют Атаризоля, это аббревиатура слов Цадик Яфрит Циотав Тамид. Праведник разделяет свои цицьи от нитки своего цицита постоянно, то есть всегда следит, чтобы они не были спутаны. В шаббат, если это новый цицит, и после того, как его завязали, нитки спутались, то в шаббат эти нитки разделять нельзя, потому что этим он заканчивает создание этого цицита. Следующий Аллаха. Человек должен стоять во время благословения на цицит, и когда он облачается в цицит. Но если он сказал благословение сидя, и отдел цицит сидя облачился в него сидя, то он митцву исполнил, повторяясь не должен. Человек же, который вынужден, старый или болеет, и не может стоять, то изначально он может сказать благословение и облачиться в цицит сидя. Правила у нас Всякую митцву, любую митцву, которую мы исполняем, сначала мы ее благословляем, а потом переходим к ее исполнению. Поэтому сначала должен человек держать цицит в руках, перед тем, как он на него оденется, говорит благословение. Потом облачается в цицит, сначала ложит его на свою голову, и потом оборачивает цицитом свою шею, вокруг своей шеи. Но если человек забыл сказать благословение и оделся в цицит, все то время, пока он цицит на нем, он имеет право сказать благословение. Потому что митцва продолжается все то время, пока цицит на человеке. Следующий, Аллаха. Наталит Гадоль, цицит, который мы одеваем во время молитвы, мы благословляем. И мы говорим благословение с буквой «э», а не ба цицит. Но человек, который по ошибке сказал ба цицит, он благословение сказал, благословение ему засчитывается, он не должен его снова повторять. Но опять же, нужно говорить благословение правильно. И заключительная Аллаха на сегодня, после того, как человек сказал благословение, и до того, как облачился, то есть до того, как еще положил цицит на голову, не имеет права прерываться никакими словами, не имеет права ничего говорить. И даже если он сказал одно слово, которое не связано с митцвой цицит, тогда он снова должен сказать благословение. Потому что этим он свое благословение отрезал от исполнения митцвы. Он сказал благословение на митцву, а вместо того, чтобы исполнить митцву, стал говорить что-то не связано с этой митцвой. Поэтому это благословение он как бы отрезал и должен сказать благословение. Снова и завтра, в результате мы скажем, можно ему отвечать «кадиш», «баруховушему», «амен» и так далее. и перед тем как положил его на голову сказать здравствуйте как дела у вас он этим свое благословение отрезал и остался без благословения должен говорить благословение снова на талит годоль только на колит году мы снимаем он митва продолжение митва продолжается и на 3 кавана у нас когда мы говорим благословение талит годоль и на талит катан и после того как мы сняли талит годоль конечно митва продолжается и на талит катан в течение всего то время пока человек его носит варуха донай лаулам амен ве амен